Здравствуйте! Мы с вами начинаем второе занятие по теме решения задач, связанных со смесями. Меня зовут Лилия Павловна Ответвенова. Я учитель школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики. Итак, на прошлом занятии мы остановились с вами на смесях, которые состоят из трех веществ. И я давала на рассмотрение задачу, чтобы вы попытались решить ее дома. Итак, возвращаемся к этой задаче. Для анализа сплава, содержащего нить, берилли, цинк и кремний, взяли две навески массой 5,53 грамма. Во-первых, сразу останавливаемся на понятии навеска. Она пришла к нам из аналитической химии. Это значит масса какого-то образца. И во-вторых, когда вы только начинаете читать задачу, надо сразу обратить внимание на то, какие вещества входят в состав смеси. Итак, сразу медь обращаем внимание на то, что это малоактивный металл. Берилли и цинк – переходные элементы, обладающие двойственными свойствами. И, наконец, скрепный – это не металл. При действии на первую навеску, разбавленной соляной кислотой, выделилась 1,12 литра газа. Условия нормальные. А масса нерастворимого осадка составила 2,84 грамма. И так какие-то вещества не вступили в реакцию. При действии на вторую навеску раствором гидроксида натрия выделилось 1,568 литра газа. Также условия нормальные. Определите состав сплава в процентах по массе и найдите массу остатка после растворения сплава в щелочи. Итак, первое – с соляной кислотой. Навеска реагирует сначала с соляной кислотой. Реагирует только бериллий и цинк. Медь не реагирует, а масса стоит в ряду напряжений после водорода. Таким образом, масса всех веществ – 5,53 грамма. Раз не прореагировали медь и кремний, то их масса – 2,84 грамма. И чтобы найти сумму масс бериллия и цинка, мы от 50,53 отнимаем 2,84. И получаем, что сумма – 2,69 грамма. И обратите внимание, задача сразу становится намного проще. То есть здесь мы видим смесь, состоящую всего из двух веществ. На прошлом занятии мы с вами рассматривали 3 варианта решения вот таких задач. Я выбрала тот вариант, где не надо составлять систему уравнений, и где рассчитывается только одно неизвестное. Итак, составляем уравнение. Бериллия плюс соляная кислота. В результате образуется хлорид бериллия и выделяется 1 моль водорода. И цинк взаимодействуя с соляной кислотой, образуется хлорид цинка и выделяется также 1 моль водорода. Самая обычная пропорция. Бериллий обозначаем за х граммов, и тогда водорода выделяется за это моль. Соответственно, молекулярная масса бериллия, умноженная на количество вещества, 9 граммов, и водорода 1 моль. Соответственно, тогда по пропорции находим з х делить на 9. Теперь, если бериллия х граммов, то тогда цинка 2,69 грамма минус х. А водорода выделяется з 1 моль вещества. Тогда, соответственно, когда мы находим з 1 моль, также рассчитываем по пропорции, з 1 принимает значение 2,69 минус х, деленное на 65. И снова возвращаемся к тому, что в результате этой реакции выделилось 1,12 литров газа. Пересчитываем в моле, делим на молярный объем, и получаем, что сумма объемов водорода 0,05 моль. Если мы можем приравнять левые части, мы можем приравнять и правые части. И получаем вот такое выражение. Решать его достаточно просто, и в результате мы находим массу бериллия, она равна 0,09 грамма. И так как сумма бериллия и цинка, вот найденная нам величина, 2,69 грамма, то тогда масса цинка равна 2,6 грамма. С щелочью будут реагировать только переходные элементы с двойственными свойствами бериллий и цинк, и не металл, кремний. Обратите внимание, массы бериллия и цинка нам уже известны. При взаимодействии бериллия с гидроксидом натрия образуется тетравидроксобирилат натрия, при взаимодействии с цинка с гидроксидом натрия, тетравидроксоцинкат натрия. Итак, нам известны массы бериллия и массы цинка, Поэтому по пропорции мы можем найти количество выделяющегося водорода. В первом случае при реакции с бериллием это 0,01 моль. И во втором случае при реакции с цинком это 0,04 моль. Итак, во втором случае, когда навеску обрабатывают щелочью, объем выделившегося водорода составляет 1,568 литра. Пересчитываем в моли и получаем 0,07 моль. Вот теперь обратите внимание, пожалуйста, общее число молей 0,07, 0,01 выделилось при реакции с бериллием и 0,04 при реакции с цинком. Тогда на реакцию с кремнием остается 0,02 моль водорода. Таким образом составляем реакцию кремний плюс щелочь. В результате реакции получается силикат натрия и выделяется 2 моль водорода. Так как количество вещества водорода нам известно, опять-таки по простой пропорции мы находим х кремния. То есть масса кремния составляет 0,28 грамм. И вот теперь мы можем ответить на один из вопросов задачи. Какое вещество и сколько его по массе образуется, вернее не расходуется в реакции. Итак, это медь. Из общей массы навески мы убираем массу бериллия, массу цинка и массу кремния. И в результате получается, что миди остается 2,56 грамм. Таким образом, используя формулу, которую нам уже известно, мы о ней говорили на прошлом занятии, мы рассчитываем массовые доли бериллия, цинка, кремния и меди. Для этого мы массу вещества делим на массу смеси. Таким образом, бериллия в навеске сплава 1,6%, цинка 47%, кремния 5,1% и меди 46,3%. Мы с вами рассмотрели задачи на неоднородные смеси. То есть у нас смеси состояли из твердых веществ. Можно перейти к рассмотрению задач на однородные смеси. Это задачи на растворы. На одной из консультаций Майя Николаевна, учитель Овчинникова, учитель 34-й школы, очень подробно рассмотрела эту тему, тему растворы и решения задач, связанных с этой темой. Но, как говорят, повторение мать учения, и возможно, что кто-то найдет какой-то новый подход в моих объяснениях к решению таких задач. Итак, я рассмотрю три задачи на три разновидности задачи. Это приготовление раствора из кристалла гидратов, разбавление или выпаривание растворов и смешивание растворов с разными концентрациями. Итак, задачи на приготовление растворов из кристалла гидратов. Самое важное, что здесь нужно помнить. Во-первых, что такое кристаллогидрат? Кристалл значит вещество твердое. Гидрат, но в его кристаллическую решетку включены молекулы воды. И нужно, во-первых, обратить внимание, что молекулярная масса складывается и из массы самого вещества, и из массы воды, которая в это вещество входит. И второе, что тоже очень важно, нужно помнить, что при растворении вода выходит в раствор из кристалла гидрата, то есть воды становится больше, а, соответственно, масса чистого вещества становится меньше. Приводим пример. Какие массы кристалла гидрата сульфата натрия, приведена формула, и воды нужно взять, чтобы получить раствор массой 71 г. С массовой долей кристалла гидрата, извините, пожалуйста, чистого сульфата натрия 20%. Итак, рассматриваем первый вариант. Это вариант решения задач, связанный с вычислениями по формуле. Обратите внимание, хотя мы с вами говорили про неоднородные смеси, сейчас говорим про однородные смеси. Массовая доля находится по одной и той же формуле. Часть в целом. Но только здесь частью будет являться масса растворенного вещества, а целая масса раствора. Таким образом, чтобы вычислить массу сульфата натрия, мы используем вот эту формулу, о которой я только что сказала, и, проведя вычисление, мы находим, что масса сульфата натрия 14,2 г. Второй этап. Мы вычисляем массу кристалла гидрата натрия 2СО4 на 10 моль воды, необходимого для приготовления раствора. Для этого нам обязательно нужно пересчитать массу кристалла гидрата и массу чистого сульфата натрия. Посмотрите, пожалуйста. Мы рассчитываем малярную массу кристалла гидрата натрия 2СО4 на 10 моль воды. Малярная масса кристалла гидрата, соответственно, включает в себя массу натрия 2СО4, она равна 142 г на моль, и мы прибавляем массу 10 моль воды. То есть мы прибавляем массу 180 г на моль. И в результате мы получаем, что малярная масса кристалла гидрата равна 322 г на моль. То есть значит, что 1 моль кристалла гидрата содержит 1 моль сульфата натрия. То есть 322 г сульфата в нем содержится 142 г чистого сульфата натрия. И тогда N граммов кристалла гидрата в нем содержится 14,2 г. Проведя расчет, мы с вами находим, что масса кристалла гидрата 32,2 г. Обращаю внимание еще раз, что чистого вещества сульфата натрия в нем только 14,2 г. И, наконец, третий, последний этап. Мы вычисляем массу воды. Вспомните, из чего складывается масса раствора. Она складывается из массы самого сульфата натрия на 10 моль воды и масса воды. И тогда, чтобы найти массу воды, мы из массы раствора отнимаем массу кристалла гидрата. В нашем случае это 38,8 г. То есть, решая задачи на кристалла гидраты, надо не забывать о том, что я только что говорила, что в кристалла гидрат входят молекулы воды, которые при растворении добавляются к воде раствора. И второй вариант. Этот вариант рассчитан на тех, кому сложно актуализировать формулы в нужный момент времени. То есть, кому проще решать задачи рассуждениями. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вычисляем массу сульфата натрия, необходимую для приготовления 71 г раствора. Таким образом, 71 г это все, то есть все 100%. А тогда 20% составляют х грамм. Отсюда х после решения пропорций, как и в предыдущем случае, 14,2 г. Дальше задача решается, как я показала в предыдущем варианте. Итак, следующие задачи. Это задачи, связанные с разбавлением или выпариванием растворов. Обратите внимание, пожалуйста, что в результате упаривания исходного раствора его масса уменьшается на х граммов воды. Можно обратить внимание, что масса в растворе, масса вещества, остается прежней. То есть, просто выпаривают воду. И для того, чтобы определить массовую долю раствора после упаривания, мы ее обозначаем омега-2. Нужно, во-первых, исходя из формулы омега-1, рассчитать массу вещества. Итак, по той же формуле, о которой я только что говорила, омега-1 раствора находится как масса вещества умножить на массу раствора и на 100%. Соответственно, омега-2, то есть нового раствора после упаривания, масса-2 разделить на массу 2 раствора и на 100%. И дальше мы из первой формулы выражаем массу 1 вещества. Но я только что говорила, что при упаривании не изменяется масса вещества. Она остается той же самой. Поэтому м-1 вещества равно м-2 вещества. То есть, найдя вот это значение, мы смело его можем подставить вот в эту формулу. Дальше. Нам требуется знание, чему равно масса второго раствора. Раз воду выпарили, то изменения произошли в сторону уменьшения воды. Масса первого раствора минус х. И тогда массовая доля второго раствора может быть определена вот по этой формуле. Итак, но можно, если кто-то легко владеет формулами и в целом представляет решение задачи, решение намного упрощается. Итак, наш основной посыл, что масса первого вещества равна массе второго вещества. Выражаем из формулы и получаем, что омега первая умножить на массу первого раствора равно омега вторая умножить на массу второго раствора. Вы видите, что здесь 100% мы можем сократить. И получаем вот такую формулу. И дальше омега-2 находится, выражая значение из формулы омега-1 умножить на массу 1 раствора и делить на массу 2 раствора. И, соответственно, мы получаем вот такую общую формулу. Еще раз, значит, кто-то из ребят любит решать все по порядку, а кто-то видит задачу целиком. Так вот, первый вариант для тех, кто любит решать задачи, в которых все по порядку. Итак, упарили 60 грамм 5-процентного раствора сульфата меди-2 на 10 граммов. Определите массовую долю соли в полученном растворе. Значит, первое, что мы считаем? Мы считаем массу самой соли в растворе. Она равна 3 грамма. Мы с вами уже знаем, что, соответственно, масса первого вещества равна массе второго вещества. Поэтому омега-2 мы подставляем найденную величину и делим на массу первого раствора минус х. 3 делить на 60 минус 10 и умножить на 100. Получается 6%. То есть массовая доля нового раствора после выпаривания 6%. И второй вариант решения этой же самой задачи. Значит, омега-2 сразу подставляем значение М1 вещества и делим на М2 раствора. И получаем тот же самый вариант 6%. Но я еще раз повторюсь, это для тех, кто хорошо владеет математическими вычислениями. Так, разбавление раствора. Если в результате выпаривания количество раствора уменьшалось на х граммов воды, то в результате разбавления исходный раствор, наоборот, его масса увеличивается на х граммов воды. Но точно так же, как в предыдущем случае, масса вещества остается той же самой. Таким образом, те же самые выкладки. Но только в результате мы приходим, что масса второго раствора равна массе первого раствора плюс х. И тогда массовая доля второго раствора определяется вот по этой формуле. Соответственно, чаще всего мы решаем прямые задачи. То есть найти массовую долю второго раствора, если к первому раствору прилили какую-то массу воды. Значит, в нашем случае задача непрямая. Определить массу трехпроцентного раствора пероксидоводорода, который можно получить разбавлением водой 50 граммов его 30-процентного раствора. И вот здесь нам поможет та формула, которую мы вывели, когда работали с задачами на вытворение. То есть масса вещества в первом растворе равна массе вещества во втором растворе. Но здесь нам требуется отношение массы первого раствора к массе второго раствора. И тогда это отношение равно омега, массовая доля второго раствора, к массовой доле первого раствора. То есть здесь опять математический подход к решению этой задачи. И в результате, найдя х, мы получаем, что масса 3% раствора будет равна 500 граммам. И последний вид задачи, который мы сегодня с вами рассмотрим, это задачи на смешивание растворов с разными концентрациями. Здесь опять главное, важно понять, что происходит при смешивании двух растворов. Во-первых, масса вещества в третьем растворе будет равна массе вещества в первом растворе и массе вещества во втором растворе. Масса третьего раствора также будет определяться суммой массы первого раствора и массы второго раствора. Итак, для того, чтобы вывести формулу, мы принимаем, что смешивают массу 1 граммов раствора 1 с массовой долей вещества омега-1 и массу 2 граммов раствора с массовой долей вещества омега-2. И в результате образовался третий раствор с массовой долей вещества омега-3. Посмотрите, пожалуйста, мы снова возвращаемся к тем же самым формулам. Но я еще раз говорю, что так могут решать задачи те, кто хорошо владеет математическими приемами. Итак, посмотрите, пожалуйста, омега-1 умножить на массу 1 раствора. То есть мы с вами получаем массу первого вещества в первом растворе. Это масса вторая вещества во втором растворе. И вот это получается масса, уже сумма масс веществ в третьем растворе. Посмотрите, пожалуйста, здесь раскрываются скобки, то есть производятся математические действия. Раскрываются скобки, затем омега-3 умножить на массу 1, вот эта величина, переносится в левую часть с обратным знаком. И тогда омега-2 умножить на массу 2 переносится в другую часть тоже с обратным знаком. Затем, посмотрите, пожалуйста, выносится за скобки значения М1 и М2 и получается вот такая формула. И затем при смешивании растворов так называемое правило смешивания массы смешиваемых растворов М1 и М2 обратно пропорциональность разности массовых долей омега-1 и омега-2. Это же самое правило смешивания можно облегчить решение задач с его использованием. То есть правило смешивания можно применить, используя правило креста. На первый взгляд немного путано, но если разобраться, все становится очень просто. В середине записываем массовую долю третьего раствора. Здесь записываем массовые доли первоначальных растворов. Затем делаем достаточно простое вычисление. Из большей массовой доли вычитаем меньшую массовую долю. Первая запись и вторая запись. Снова из большей массовой доли вычитаем меньшую массовую долю. Вот она, вторая запись. Теперь, напротив этой записи, так как массовая доля была указана для первого раствора, то здесь мы записываем массу первого раствора. Здесь массовая доля была указана для второго раствора. Мы записываем массу для второго раствора. И теперь посмотрите, пожалуйста. Мы что делаем? Массу первую делим на массу вторую. Вот эта запись. И тогда омега-3 минус омега-2 получается делим на что? На омега-1 минус омега-3. Но опять-таки, при математическом выражении это достаточно сложно. На примере это смотрится намного проще. Определите массу исходных растворов с массовыми долями гидроксида натрия 5 и 40%. Если при их смешивании образовался раствор массой 210 г с массовой долей гидроксида натрия 10%. Итак, все так же, как я объясняла на предыдущем слайде. Посредине мы записываем массовую долю получившегося раствора, то есть третьего раствора. Здесь массовые доли первоначальных растворов. Первый раствор у нас был 40%, второй раствор 5%. Дальше. Из большей величины вычитаем меньшую величину. Итак, 10 минус 5, 5%. И снова, из большей величины вычитаем меньшую. 40 минус 10, 30%. Итак, 40% это масса первого раствора М1. А тогда масса второго раствора, обратите внимание, его сумма 210 граммов. И поэтому, если мы обозначили массу первого раствора за М1, то тогда получается, что масса второго раствора будет 210 минус М. И так, очень коротко, еще раз. Массовая доля третьего раствора. Массовые доли первоначальных растворов. От большей величины отнимаем меньшую, получаем 30%. От большей величины отнимаем меньшую, 5%. М1 это масса первого раствора. И тогда М2 будет масса третьего раствора минус масса первого раствора. И получается расчет. 5 относится к 30, так же, как масса первого раствора относится к массе второго раствора. После проведенных вычислений, масса первого раствора 30 граммов. И масса второго раствора 210 минус масса первого 180 граммов. Таким образом, масса 40% раствора гидроксида натрия 30 грамм, то есть ее нужно взять 30 грамм, а массу 5% раствора гидроксида натрия надо взять 180 граммов. И тогда в результате мы получим 10% раствор. На этом мое занятие заканчивается. До свидания.